Полиция Приморья подвела итоги второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Серия информационно-пропагандистских мероприятий проведена совместно с Департаментом по координации правоохранительной деятельности и Министерством здравоохранения Приморья, а также органами местного самоуправления и медицинскими организациями на районном уровне. Мероприятия направлены на привлечение общественности к участию в противодействии обороту наркотиков и психоактивных веществ, сборы, проверку оперативно значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. В период проведения второго этапа на телефоны участников акции поступили 228 обращений граждан. Из них 105 по предполагаемым фактам незаконного оборота наркотиков, 116 по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых и 7 о распространении пронаркотического контента в сети интернет. В результате, благодаря полученной от жителей Приморского края информации, возбуждены 145 уголовных дел, в том числе в отношении граждан, улеченных в организации либо содержании притонов для потребления наркотиков, незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке, сбытие или пересылке наркотических средств, а также незаконном культивировании наркосодержащих растений. Так, крупное изъятие конопли в этом году прошло в Дальнереченске. Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков из незаконного оборота выведено 85 килограммов наркосодержащих растений, а владелец партии конопли стал фигурантом уголовного дела. Всего за время проведения акции из незаконного оборота изъято 288,5 килограммов наркотических средств и психоактивных веществ. 90 приморцев, увлеченных в участии в незаконном обороте наркотиков и психоактивных веществ, привлечены к административной ответственности за потребление наркотических средств, в том числе в общественных местах, пропаганду наркотиков, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, а также за уклонение от лечения от наркомании. Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков, участковыми, инспекторами по делам несовершеннолетних совместно с наркологами проведены тематические беседы с подростками, организованы посещения состоящих на профучете несовершеннолетних и их родителей. В результате мониторинга сети интернет на предмет выявления сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории России, в рамках акции сотрудниками управления наркоконтроля выявлено 25 интернет-ресурсов с противоправным контентом. Информация направлена в Роскомнадзор.